Всем привет! Продолжаем бродить по Васильевскому острову. Опять подошли на выставочное пространство Эрарта. Одна из выставок называется «Гармония диссонансов. Мания совершенства». Фотограф-художник Эрвин Олаф. Эрвин Олаф из Голландии. Это выставка, совместная работа фотохудожника с ведущими голландскими балетными группами. Просто очень красивые фотографии, как написано в анонсе. Это выставка, открывающая правду о человеческой природе и воспевающая совершенное тело артиста. Очень жалко, что, конечно, мало работ этого художника. Но все равно это интересно. Вы знаете, я порылся в интернете, посмотрел в интернете. В интернете очень много его работ. Работы действительно неординарные, красивые. Одна из работ, которая вызвала крупный такой резонанс, это портрет принцессы Дианы с логотипом на руке машины, на которой она разбилась. Ну, это вот такая маленькая ремарочка, которую я нашел. В интернете действительно много. Вот кто интересуется фотографией, может просто набрать, посмотреть. Очень красивые работы. Он голландец сам. Ему много позволено. Фотографии взрослых женщин, мужчин. Сделано, ну, действительно, профессионально красиво. Именно красиво. Это отступление. Художник Ирвен Олов, фотограф, работает с крупными агентствами. Louis Vuitton, Vogue, Grey, New York Times. Ну, это известный человек. Кстати, в Москве прошли его выставки тоже. В Московском музее современного искусства. Конечно, балетная тема. Это просто огромное поле работы для профессионалов-фотографов. Мне кажется, она неисчерпаемая. Здесь можно поработать со светом, какими-то крупными планами и так далее. В интернете много написано об этом фотохудожники из Голландии. Говорят, эту выставку можно было бы назвать «Балет-повод». Повод позволяет художнику работать с артистами, как с материалом, задавая собственные фантазии. Не буду зачитывать все то, что здесь написано. Вот, просто посмотрите. Вдруг понравится. А понравится, сходите. А можно уже и не ходить. Я все показал. Нет, лучше сходить, конечно. Все, пока. Всем привет. До свидания. Это был Эрвин Олов. Выставка называлась «Гармония диссонансов». «Гармония диссонансов»